В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл возглавил божественную литургию святителя Василия Великого и освящение мира, а также совершил чиномовение ног. Великий четверг Страстной Седмицы по своему чрезвычайному значению близок к двунадесятым праздникам. Церковь вспоминает Тайную Вечерю, последнюю трапезу Господа Иисуса Христа с апостолами накануне его страданий. Именно в тот день Спаситель установил главное новозаветное таинство Церкви – Евхаристию или Таинство Святого Причащения, когда под видом хлеба и вина христианам благоговейно подается само тело и кровь Господа Иисуса Христа. В Великий четверг святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл при большом стечении народа совершил в Храме Христа Спасителя божественную литургию святителя Василия Великого. И Господь совершает нечто, что дает такую возможность каждому последующему поколению людей быть соучастниками всего того, что Он, Господь, совершил ради нашего спасения. После евхаристического канона за алтарем предстоятель Русской Церкви совершил чин освящения мира специально приготовленного ароматического масла. Оно используется в таинстве миропомазания, которое в Русской Церкви обычно совершается сразу после таинства Крещения. Также миром помазуются стены новоосвящаемых храмов. Из года в год чин освящения мира не меняется. Перед богослужением в Храм Христа Спасителя приносится особый сосуд – алавастр, где от самых апостольских времен хранится древняя мира. При пении тропаря Петц-десятницы патриарх разливает древние мира из алавастров каждый сосуд с новоосвященным миром. Опустошенный же сосуд Святейшего Владыка вновь наполняет новоосвященным миром, что символизирует непрерывное преемство благодати и опечатывает священный алавастр особой печатью. Сосуды с новым миром затем передаются во все епархии Московского Патриархата. По окончании литургии по образу Христа, умывшего ноги своим ученикам-апостолам за Тайный вечерей, Святейший Патриарх Кирилл омыл ноги 12-ти сидящим священнослужителям – знак глубокого смирения и служения народу Божию. В XX веке в Русской Церкви обряд этот не совершался. Впервые за многие годы чин омовения ног в новейшей истории был восстановлен и совершен предстоятелем в 2009 году. Сейчас он вошел в богослужебную практику некоторых поместных православных церквей и некоторых епархий Русской Церкви. Затем патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения, священнослужителям и мирянам с первосвятительским словом. В отличие от любой другой религиозной реальности, которая существует так или иначе в мире, Церковь дает нам возможность не только разумно, интеллектуально воспринимать то слово, которое основоположник нашей веры, Господь Иисус Христос оставил нам, но дает нам возможность соучаствовать реально в его спасительной миссии, воспринимая плоды этой миссии, то есть обретая спасение в Боге.